«Христос воскресе, радость моя!» Этими словами Серафим Саровский встречал каждого, кто к нему приходил. С Святой Саровской земли при постриге получил имя Серафим, что значит «пламенный». Главный дар, который он приобрел за свою безграничную преданность Богу, это всеобъемлющая и горячая любовь к людям. Преподобный Серафим Саровский родился в городе Курске. Мальчиком он по неосторожности упал с колокольни храма, но остался невредим. Тяжело болел, но получил исцеление. В юности Серафим окончательно решил оставить мир и уйти в монашество. Два года он подвязался в Саровской-Успенской пустыне. После этого преподобный взял на себя подвиг пустыножительства и срубил себе келью на реке Саровки. Здесь он встречал каждого пришедшего как друга, принимал людей с их скорбями и радостями. Роль преподобного Серафима поныне является сходной с ролью преподобного Сергия, который, будучи, как про него поется в одной стихире, пустыню я как град заделал. То есть ушел в пустынное место, но это пустынное место расцвел, как плодоносный сад. Святой молился на камне тысячу дней и ночей, брал на себя подвиг безмолвия, беззлобно прощал разбойников. По сей день Серафим Саровский почитается людьми как любимый святой не только в России, но и за границей. Батюшка преподобный Серафим, он близок вообще всем в мире, потому что, с одной стороны, он сильный духом, но его сила прежде всего в его служении людям и в строгости по отношению к себе, и в то же время доброта и такое нищелюбие. 1 августа православный мир празднует обретение мощей преподобного Серафима Саровского, который находится в Дивееве, четвертом уделе Божьей Матери. В эти дни в храмах и монастырях по всей России совершается праздничная служба, а мужчины, носящие имя преподобного, отмечают свои именины. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24.